Югорские пожарные парашютисты к борьбе со стихией готовы. Накануне в Белоярском районе состоялась очередная воздушная тренировка. С высоты в тысячу метров огнеборцы прыгали на поле с борта самолета Ан-2. За учениями следили опытные инструкторы. Внимание обращали на технику безопасности и точность приземления. Нужно было попасть на площадку с белым крестом. Также обязательное условие – парашют должен быть уложен правильно. Участие в воздушных тренировках приняли 15 огнеборцев. Среди них и новички, и опытные лесные пожарные. Например, у Сергея Шияна около 400 прыжков с парашютом. Он тушил возгорания разной степени сложности. Главное – ветер почувствовать, куда дует ветер, и все, работать по направлению ветра. В Белоярском на Трехозерке мы тоже там сильный был пожар, тоже очень хорошо горело. Тоже пришлось через огонь бежать. А так, главное не паниковать, что бояться. Огонь, но есть огонь. Не такой уж он страшный, если так посудить. Жители Нягони могут проверить свой ВИЧ-татус. Сегодня в городе работает мобильный пункт обследования. В передвижной лаборатории каждый желающий сможет анонимно пройти экспресс-тестирование. Участников также попросят заполнить специально разработанную анкету. Полученные данные специалисты используют при составлении лекций и бесед. Отмечу, в Нягоне у полутора тысяч человек диагностирован ВИЧ. Из них только 930 пациентов находятся под постоянным наблюдением инфекционистов и получают терапию. При этом 15 человек впервые о своем диагнозе узнали в этом году. В 70% случаев причиной заражения нягонцев становятся незащищенные половые контакты. Югорчане могут принять участие в конкурсе рисунков. Он проходит в рамках семейного месяца. Прием заявок продлится до 15 июня. Так, детям до 6 лет предлагают нарисовать семейную открытку в виде одностороннего рисунка. От участников 6-9 лет ждут семейные портреты. А подросткам организаторы предлагают поэкспериментировать в направлении эко-семья. При этом не использовать бумагу. Кроме того, дети всех возрастов могут принять участие в номинации «Югорские традиции». Для участия нужно опубликовать свою работу в Инстаграме с хэштегами «Расту в Югре» и «Месяц семьи» и отметить аккаунт губернатора Натальи Комаровой. Организаторы отберут работы с наибольшим количеством лайков и выставят их на голосование в официальной группе региона Югра. Победители объявят 8 июля. Нягонские коммунальщики жалуются на вандалов. Например, неизвестные расписывают теплопункты, подстанции и скамейки загадочными изображениями и разрушают детские площадки. Так что специалистам самим приходится перевоплощаться в уличных художников и скульпторов, чтобы исправлять ситуацию. Только за весну этого года ущерб от повреждений составил более сотни тысяч рублей. Чтобы вернуть даже небольшой детали, первозданный вид, цена вопроса – несколько тысяч рублей. Причем пока происходит ремонт, зачистка надписей и поиск виновников, появляются новые шедевры уличной живописи. Отмечу, найти вандалов помогают видеозаписи. Например, накануне специалисты установили причастных к инциденту в парке Рябиновый. Результатом проверки виновные их родители, законные представители, так как там несовершеннолетние, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация города Ниагань со своей стороны предъявит исковые требования к виновным лицам по возмещению причиненного имущественного вреда администрации города. Редактор субтитров А.Семкин